Денис Казанский, в финале победит Аргентина 3-1. Популярный телекомментатор об итогах 1-2 финала ЧМ 2022. Сантуш об уходе из сборной Португалии, руководя командой, делаешь трудные выборы, и всегда будут недовольны. Фернандус Сантуш высказался после ухода с поста главного тренера сборной Португалии. Пожар на российском НПЗ. Что происходит? На нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске в Иркутской области произошел взрыв и сильный пожар. Президент Турции выбрал себе соперника, газета «Коммерсант» номер 234-7435, от 16 декабря 2022 года. Приговор мэру Стамбула объединил оппозицию. Польский арбитр Шимон Марциняк обслужит финал ЧМ 2022 между Аргентиной и Францией. Совсем скоро будет сыгран финал чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины. Мы были готовы к такому, в правительстве Калининградской области прокомментировали санкции США против Алиханова. Глава региона не сможет сотрудничать с американскими компаниями. Marvelous Spider-Man 2 выйдет осенью 2023 года, игры на DTF. Разработчики уточнили релизное окно, а страница игры появилась в PS Store. Сводка Генерального штаба Украины. Враги и в дальнейшем сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отметили в Генштабе. Фанаты Dead Space недовольны новым лицом Айзека Кларка в ремейке. Недавнее превью ремейка Dead Space позволило нам впервые взглянуть на новое лицо Айзека Кларка, и его удивительно юный и похожий на отца вид вызывает восторг у поклонников серии. Владимир Путин рассказал о завершении льготной ипотеки. Как это скажется на рынке недвижимости в Екатеринбурге? Программу продлили до 2024 года, но повысили ставку. В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок из Украины. Комендант полиции получил легкие ранения. Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик пострадал при взрыве в штаб-квартире ведомства. Он получил легкие ранения и находится в больнице, сообщает МВД страны. Сумел очаровать даже Карла Третьего, что известно о настоящем отце принца Гарри. Герцог оказался плодом запретной любви.